Девушки отдыхают Вопрос. Не знаю, будет ли ответ этот сложный для вас или простой. Итак, вопрос. Для чего человек живет на Земле? Я уже не раз говорил, что смысл каждого процесса в его результате, а поскольку результат каждой отдельной жизни известен и, к сожалению, не слишком радует, значит смысл нашей жизни в целом в том, чтобы она была после нас лучше, чем до нас. Человек живет на Земле прежде всего не для собственной радости, а для того, чтобы обеспечить радость следующим поколениям, так же, как предыдущие поколения обеспечили ему возможность жить и радоваться жизни. Так что смотрите в будущее и работайте для будущего, а настоящее вы тем самым автоматически обеспечите. Анатолий Александрович, можете ответить на такой вопрос? Что такое танец? Ну, есть такой старый анекдот – это трение двух полов, а третий? Ну, анекдот анекдотом. А на мой взгляд, танец – это возможность выразить собственные чувства всем телом. Ну, а уж какие чувства и насколько хорошо вы умеете их выражать – это у каждого по-своему. Соответственно, могу надеяться, что чем больше танцуешь, тем лучше умеешь эти самые чувства выражать. Здравствуйте, Анатолий Александрович. У меня вопрос личного характера. Когда последний раз вы участвовали в подтасовках, конкретно кому-либо набили морду? И за что? Или вам набили кое-что? Можно даже уточнить, что? И за что? В последний раз я всерьез дрался, где-то классе в восьмом, причем морду при этом никому не бил. Мой противник, такой же неумелый драчун, как я, полез на меня с кулаками. Я подскочил к нему вплотную, сгреб в охапку, вот так вот рукой сдавил за шею и держал, пока он не начал задыхаться и не запросил пощады. Так что ударов я ему тогда не нанес. А мне в последний раз били морду весной 92-го года, когда двое каких-то мелких шпанюков остановили меня вечером прямо около главного входа Одесского университета. Они потребовали деньги, но немного я им дал, надеясь, откупиться. Они сочли, что это мало, полезли с кулаками. В принципе, я, наверное, мог их обоих вот так же скрутить, но, честно скажу, испугался неопределенных последствий, поскольку тогда, в отличие от школы, многие ходили с ножами. Поэтому я просто разыграл сердечный приступ, упал, и они сбежали, опасаясь влипнуть в мокруху, не по делу. Но до того они меня действительно пару раз ощутимо ударили и что-то, по-моему, даже рассекли, хотя сейчас уже не помню, что именно. Вот такой у меня скромный опыт Драчуна. Вот такой вопрос. Мы знаем, что вы одессит, но сейчас проживаете в России гражданин России. Но если бы вы сейчас находились в Одессе и были гражданином Украины, за кого бы вы проголосовали в 19-м году? Прежде всего, отмечу, что проживая в Одессе, я тоже жил в России. Для меня Россия – это все то, что во времена моей молодости называлось Союз Советских Социалистических Республик. А то, что я переехал с Украины в Российскую Федерацию и с 6 сентября 1995 года работаю в Москве – это, с моей точки зрения, ничего в моей, так сказать, государственной принадлежности не изменило. Даже то, что 27 января 2016 года я награжден гражданством Российской Федерации, тоже ничего не изменило. Я просто вышел из-под юрисдикции террористов, захвативших Киев в феврале 2014. Ну, а если бы я сейчас жил в Одессе, то, скорее всего, был бы лишен возможности голосовать за кого бы то ни было, поскольку там еще в мирное время хватало желающих что-нибудь со мной сделать, и, скорее всего, я бы до предстоящих выборов просто не дожил. Впрочем, если бы такое чудо случилось, я бы, скорее всего, голосовал за кого-нибудь из представителей оппозиционного блока, просто потому что не голосовать же за явных убийц. Анатолий Александрович, скажите, пожалуйста, какие профессии в будущем будут актуальны? Ну, если бы я это точно знал, я бы, скорее всего, сам какую-то из этих профессий осваивал. Ну, думаю, что, во-первых, останутся актуальны профессия программиста. Сам я ее начал осваивать еще в начале 70-х годов, и она меня больше двух десятилетий неплохо кормила. И хотя очень многое, так сказать, в технологиях программистов, в технологиях программирования поменялось, но общая суть этой профессии осталась прежней. И тот, кто освоил азы программирования, дальше без особого труда будет осваивать новые инструменты. Кроме того, думаю, что профессии врача и учителя будут востребованы куда больше, чем сейчас, когда, наконец, будет официально признано, что здравоохранение и образование – это не сфера услуг, а это производство средств производства. Ведь самое дефицитное средство производства – человек. Все остальное гораздо проще добыть или создать. Ну, и, кстати, если подходить к медицине и образованию с производственной точки зрения, станет ясно, что все реформы последних десятилетий надо отменить и забыть. Ну, а что еще будет востребовано – не знаю. Могу сказать, что когда я был ребенком, профессия программиста еще считалась экзотикой, а таких профессий, как сайтостроитель, и вовсе не было. Наверное, и впредь будет появляться что-нибудь остро востребованное, что невозможно предвидеть заранее. Вот такой вопрос необычный. Как вы думаете, почему в Крыму пропала магаданская креветка? Ну, не знаю, могу только предполагать. Сейчас, поскольку Крым находится в частичной транспортной блокаде, пропускная способность существующих путей сообщения ограничена и везут в первую очередь то, что наиболее востребовано. Ну, а что касается креветок, то их, по-моему, и в самом Крыму научились выращивать. Так что их необязательно везти за 3-9 земель. Анатолий, как вы относитесь к процессу переименования аэропортов по всей стране? Ну, прежде всего, ни один аэропорт не переименован. Они доименованы. То есть, их названия по месту расположения дополнены именами великих людей. С моей точки зрения это необязательно, но никому и ничему не мешает. А помогает или нет, увидим в дальнейшем. В конце концов, у нас действительно так много великих людей, что на всех не хватит не то, что аэропортов, а даже улиц в городах. Даже если не повторять имена великих людей от города к городу, всё равно улиц не хватит. Уважаемый Анатолий Александрович, очень интересно вы услышите ваше мнение, вот по какому поводу. У нас в стране огромное количество умных людей, которые постоянно что-то придумывают, изобретают. Где-то там у себя мозгами шевелят. И у них вроде бы есть результаты, они периодически рассказывают, что они придумали это, придумали и всё. А на самом деле у нас в стране никакого инновационного прорыва никакого не происходит, технологического прорыва. То есть, у нас всё это где-то куда-то проваливается как будто. То есть, люди придумали, и всё это где-то заглохло. Почему это? Мы почему не можем жить так, как в Японии? Почему у нас этого нет? Почему у нас мозги продолжают утекать? В чём причина? Почему, что с нами не так? Большое спасибо. Ну, я не думаю, что с нами очень уж много не так. В других странах тоже хватает невостребованных изобретений и невостребованных изобретателей. И, насколько я могу судить, у нас в большинстве отраслей уровень развития, если не самый высокий в мире, то, по меньшей мере, не самый низкий, даже среди тех стран, которые именуются развитыми. И, главное, во-первых, изобретений всегда больше, чем возможности их внедрять. Просто потому, что на одну и ту же тему могут быть сделаны десятки изобретений, и чаще всего начинают внедрять не лучшие из них, а самое первое. А когда появляются лучшие, то уже столько сил и средств вложено в предыдущую разработку, что трудно её отменить и начать что-то с нуля. Это общемировое правило, не только у нас. Ну, а кроме того, надо принять во внимание, что по ряду исторических причин экономический блок нашего правительства уже три десятилетия руководствуется теорией, разработанной в интересах торговцев, поэтому производственникам приходится проталкивать свои интересы через силовой блок правительства, поэтому у нас востребованы оказались прежде всего те разработки, что так или иначе затрагивают интересы силового блока, а все остальные внедряются к сожалению, без поддержки правительства, а то и с какими-нибудь помехами, просто потому, что правительство предпочитает торговлю производством. Здравствуйте, Анатолий. У меня такой вопрос. А правда ли, что наш мир матрица? И если правда, как из неё выйти? Ну, вопрос о том, как отличить виртуальность от реальности, рассматривается уже по меньшей мере полвека. Скажем, Станислав Самуилович Лен в своей книге «Сумма технологий», вышедшей полвека назад, даже уже чуть больше, особо рассматривает этот вопрос. Правда, тогда термина виртуальность в нынешнем понимании ещё не было, он говорил «Фантоматика». Так вот, и у него в книге, и в позднейших трудах профессиональных физиков разработано несколько методов отличения виртуальности от реальности. На основе этих методов поставлены эксперименты. Не все методы пока использованы, но на основе тех, что уже опробованы, можно достаточно уверенно утверждать, что живём мы всё-таки в реальности, а не в виртуальности. Так что матрица – это только фантазия. Анатолий, вот хочу вам задать такой вопрос. Почему президент Америки Трампу разбалтывает секретную информацию Пентагона, ну, как бы в СМИ? Значительная часть секретной информации засекречивается по инерции, просто потому что появляется в определённом ведомстве. А уже потом анализируют эту информацию и решают, действительно ли стоит её засекречивать или можно разгласить. Трамп, насколько я могу судить, пока не сказал ничего такого, что действительно повредило бы интересам Соединённых Государств Америки. А то, что многое из сказанного им первоначально считалось секретным, ну так это чисто технический вопрос. Могу сказать, что когда наш президент в марте показал множество секретных разработок, это тоже было в интересах нашей страны. Важно было напомнить нашим стратегическим конкурентам, что у них нет шансов выиграть в силовом противостоянии, чтобы они даже и не пытались. Когда мы узнаем, как появился человек, откуда и нужна ли эта информация человечеству? Ну, любая информация человечеству, несомненно, нужна, даже если в первый момент кажется, что с нею нечего делать, что от неё никакой пользы, всё равно рано или поздно эта польза появляется. О том, откуда появился человек, мы в общих чертах уже знаем. На основе теории эволюции она за полтора века прошедших после первых трудов Дарвина очень серьёзно развилась. Просто в школьных учебниках пока в основном то, что ещё Дарвин говорил просто потому, что школьники должны знать о многом, но понемногу. А серьёзные специалисты знают о появлении человека и человечества уже очень многое, хотя, несомненно, специалистам всегда есть что уточнять. Во всяком случае, могу сказать, что появился человек совершенно естественным путём, путём эволюции, то есть постепенного развития. А если вас интересуют подробности, читайте, например, труды Ричарда Клинтона Джоновича Докинза. Он один из крупнейших сейчас специалистов по теории эволюции, и он излагает именно новейшие достижения этой теории. Анатолий, какое средство борьбы с коррупцией вы считаете самым действенным для российского менталитета? В общем-то, для любого менталитета действенны два средства – кнут и пряник. То есть, во-первых, за выявленную коррупцию надлежит карать жесточайшим образом, включая конфискацию имущества не только у самого коррупционера, но и у его родственников, как правило, отследить происхождение этого имущества и доказать его преступность вполне возможно. И, во-вторых, как предлагал Гавриил Харитонович Попов еще под конец перестройки, каждый, от чьих решений зависит чье-либо благополучие, должен получать какую-то долю от этого благополучия. Грубо говоря, если человек разрешает какое-то предприятие, ему должна идти какая-то доля от доходов, от прибыли, точнее, этого предприятия. Пусть небольшая, но он должен знать, что его решения затрагивают и его личные интересы. Анатолий, здравствуйте. Вот Севастополь заинтересуется, верите ли вы в Бога? Если да, то расскажите, кто вас, значит, привел к этой вере, если нет, то аргументируйте свое мнение. Спасибо. В Бога я не верю и никогда не верил. Я воспитан в атеистической семье, причем уже третье поколение атеистов в этой семье представляю. Причем с самого начала был атеистом не только по воспитанию, но и по осознанию. И правда, я только сравнительно недавно удосужился четко сформулировать свое мнение по этому поводу и разработал математическое доказательство невозможности и ненужности бытия Божия, это доказательство опубликовано в журнале «Октябрь», 2007 год, седьмой номер, под названием «Дилогия атеизма». Поищите, в интернете оно есть. Анатолий, у меня вопрос. Есть ли перспективы свободной экономической зоны в Крыму? С учетом нынешнего международного бойкота Крыма, навязанного американцами в ходе разборок между ними и Российской Федерацией, воспользоваться свободной экономической зоной в Крыму могут фактически только те, кто не ведет серьезного бизнеса в Северной Америке и Западной Европе. Но благодаря тем же американским санкциям, продавленным и через Европейский Союз, таких бизнесов с каждым днем все больше, поэтому полагаю, что свободная экономическая зона в Крыму будет пополняться до тех пор, пока американцы не поймут, что добиваются результата противоположного желаемому. С ними это часто бывает. Анатолий, как вы думаете, какое будущее ждет театр? Это умирающий вид искусства или его ждет в дальнейшем какое-то развитие? Смерть театра предрекали уже много раз и всегда оказывалось, что есть в нем нечто, чего не может заменить никакой другой вид искусства. На театре исполнители непосредственно воспринимают эмоции зрителей. Они по этим эмоциям, по дыханию зала корректируют собственное поведение и находят в своих ролях все новые и новые тонкости. И вот эта возможность живого взаимодействия исполнителей со зрителями, она и приводит к тому, что театр, так же, как и, скажем, живые концерты в музыке и спортивные соревнования на больших стадионах никогда не исчезнут. Ответьте, пожалуйста, исходя из ваших знаний и вашего жизненного опыта, как найти свое призвание, как найти себя, как услышать свой внутренний голос? Спасибо. Ну, чтобы услышать, надо прежде всего слушать. Надо постоянно оценивать, до какой степени вам нравится то, чем вы занимаетесь сейчас. Надо постоянно пробовать, неформально, какие-то новые занятия. И только так, только методом проб и, к сожалению, неизбежных ошибок можно выйти на то, что вас сейчас интересует больше всего. Потом перейти на то, что вас потом заинтересует. Ну, и понятно, что для всего этого надо в первую очередь уметь учиться, уметь осваивать новые навыки, которые вам в дальнейшем понадобятся. Здравствуйте, Анатолий Александрович. Как вы оцениваете на сегодняшний день перспективы развития судостроения в России? Ну, насколько я знаю, у нас сейчас очень активно возрождается военное судостроение, причем не как самоцель, а еще и как средство возрождения судостроения в целом, потому что есть несколько направлений судостроения, где ничто не может заменить наши собственные возможности. Прежде всего это ледоколостроение, никто в мире не нуждается в ледоколах так, как мы. Это создание различных судов, предназначенных для плавания в условиях Арктики. И уже одного этого хватит, чтобы загрузить наши верфи на много лет вперед. А дальше посмотрим. Анатолий Александрович, существует ли дружба между мужчиной и женщиной? Ну, и по моему личному опыту, и по наблюдениям за многочисленными моими знакомыми, родными и близкими, полагаю, что такая дружба существует и далеко не всегда переходит в стадию горизонтальных отношений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова